Привет! Сегодня мы готовим необычное блюдо. Мы жарим сыр прямо на сковородке. Недавно мы с мужем были в винном баре и там попробовали жареные сулугуни в панировке. Нам показалось это так вкусно, что решили повторить этот рецепт дома. Первым делом нам нужно приготовить панировку. Для этого мы возьмем обычные панировочные сухари. Их можно сделать самостоятельно или купить в магазине. Добавим в них немного муки, соли и куркумы. Можно добавить еще каких-то ваших любимых специй. И все это хорошенько перемешаем с помощью вилки. Теперь нам нужно взять небольшое блюдо и разбить туда целое яйцо. Хорошо взболтать с помощью той же самой вилки, чтобы белок соединился с желтком. В этом рецепте я буду использовать не сулугуни, а вот такой вот адыгейский сыр. Это один из моих любимых сыров и мне он очень нравится. Особенно в жареном виде. Сыр нужно порезать на довольно толстые кусочки, примерно такие, как у меня на видео. На сильном окне разогреваем сковородку и смазываем ее небольшим количеством сливочного масла. Я буду жарить на сковороде гриль. С помощью вилочки берем один кусочек сыра и окунаем его сначала в яйцо. Поворачиваем, чтобы он был покрыт яйцом со всех сторон. Затем окунаем в панировочные сухари и также хорошенько поворачиваем. Затем кладем на сковородку и жарим. То же самое проделываем с остальными кусочками. Сначала в яйцо, потом в сухари и потом на сковородку. Это нужно делать очень и очень быстро. Жарить нужно примерно на среднем огне и постоянно следить, чтобы ваш сыр не пригорел. Но интенсивность огня очень сильно зависит от толщины вашей сковородки. У меня сковородка толстая, поэтому она прогревается равномерно. Сыр это готовый продукт, поэтому нужно его жарить до красивой золотистой корочки. Примерно вот до такой. Готовый сыр выкладываем на красивую тарелку, наливаем вино, сок или чай, кому что больше нравится, и подаем. Сыр вкусный как в горячем, так и в холодном виде. А еще он очень сытный. Мне кажется, это идеальная закуска для вечера с друзьями. Приятного вам аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!